Здравствуйте, здравствуйте дорогие друзья! Приглашаем вас в Самару, на стадион Металлург. Через несколько минут здесь начнется один из самых интересных матчей 20-го тура чемпионата России по футболу. Крылья советов принимают лидера чемпионата Московский Спартак. Итак, дорогие друзья, вы видите, как команда выходит на зеленый газон стадиона Металлург. Ну а вот перед этим, вы, к сожалению, этого не видели, но я думаю, что еще увидите полупустые, увы, основные трибуны Самарского стадиона. Кроме, пожалуй, вот Спартаковского сектора, который забит до отказа поклонниками красно-белых, организм человеческий чутко реагирует не только на изменения погоды, но и на то, как играет его команда. Думаю, что именно этим вызвана вот такая, может быть, не столь приятная для поклонников Самарского клуба картина на трибунах стадиона Металлург. И еще пару-тройку лет назад мы с вами привыкли к тому, что здесь камню, яблоку негде было упасть. А вот сейчас посмотрите, пожалуйста, сколько проплешин было на трибунах. Да, Спартак на первом месте, лидер нашего чемпионата. Команда имеет 36 очков. На 3 очка отрыв от футбольного клуба Москва, на 5 от Зенита, на 6 от Динамовцев и на 9 очков от московских армейцев. Разрыв более чем солидный. На ваших экранах главный арбитр сегодняшней встречи Александр Гвардис из Калининграда. Помогает ему Игорь Лапидус из Элисты и Ильдар Зарипов из Ленинградской области. Резервный арбитр встречи Сергей Марушка. Ну, об этом человеке я скажу чуть подробнее. Он имеет непосредственное отношение к тому, что сегодня будет происходить на поле в неком историческом плане. А пока мы с вами видим Антона Бобра, капитана Крыльев-Заветов и Егора Китова, капитана Спартака, который вот на троих вместе с Александром Гвардисом разрешили вопрос, кому начинать, кому какую сторону поля выбирать. Я сказал о том, что Спартак находится на первом месте. Что у нас с Крыльями? У Крыльев 23 очка. Отставание от Спартака 13 очков. И, как говорил известный Грибоедовский герой, дистанция огромного размера. Десятое место Крыльев-Саветов. Команда амбициозной. Команда, которая на протяжении последних нескольких лет ставит перед собой очень высокие задачи. Команда, которая еще совсем недавно была бронзовым призером чемпионата России. Но вот, увы, для поклонников футбола Крыльев-Саветов команду лихорадит. С командой происходит что-то, может быть, не очень вразумительное на протяжении последних шести туров. Но я об этом скажу чуть поподробнее и чуть попозже. Всего лишь одна ничья, четыре поражения и одна победа. Ну, правда, победа довольно знаковая. Победа над чемпионом страны, московскими армейцами. Но, увы, увы, для Крыльев это было уже очень-очень давно. Быстренько о составах. Московские спартаковцы на эту встречу выставили следующий состав. В воротах Плетикоса 49-й Шишкин, 70-й Титура, 15-й Ковач, 6-й Шуава, 5-й Моцарт, 7-й Бояринцев, 14-й Торбинский. Сергей Аборин на ваших экранах. 9-й Егор Титов, 10-й Павлюченко и 32-й Баженов. Сергей Аборин на эту встречу выставил следующий состав. В воротах Лобос. Уже не первую встречу пропускает Макаров, игрок сборной команды России. 50-й Ангбова, 2-й Бутников, 4-й Логиевка, 23-й Калешин. Новое приобретение Самарского клуба не вышел на поле Мэтью Бут. Более того, он даже в заявку не попал, находится на трибунах. А мы с вами видели довольно неприятный момент у ворот. Чем сейчас возмущен Аборин? Ну, собственно, судья и зафиксировал, что мяч покинул пределы поля, что передача оттуда из-за ворот действительно шла не только из-за ворот, но и из-за ленточки по-настоящему Павлюченко получил небольшое повреждение. Он бил поворотом, но попади мяч в сетку, собственно, он и защитен бы не был. Станислав Черчесов на ваших экранах. Так вот, Калешин, 23-й, 14-й Бранко, 6-й Эскобар, Колумбиец, новое приобретение Самарского клуба, Седьмой Бадор, капитан команды, 19-й Скверлук, 13-й Медведев, 75-й Топич. Вот Топич был как раз сейчас с мячом. Я представил вам арбитров, представил команды, ну, тренеров вы знаете, Сергей Аборин и Станислав Черчесов. На всякий случай представлю сам. Ваш комментатор сегодня Григорий Твалтвадзе. 20-й тур чемпионата России, который начинается сегодня. Здесь будут проводиться матчи «Зенит», «Луч энергия», «Крылья Советов», «Спартак», «Локомотив», «Спартак», «Найчик», «Хинки», «Динамо». Это матчи сегодняшнего дня. И завтра тур продолжится и закончится четырьмя встречами. Том, Амкар, Кубань, Ростов, Рубин, Сатурн и ЦСКА футбольный клуб «Москва». Ну вот, интересный, действительно, интересный момент. Сегодня два главных тренера, два бывших вратаря, Сергей Аборин и Станислав Черчесов. Ну вот, по поводу, я уже говорил, по поводу Сергея Марушка, резервного арбитра сегодняшнего матча. Я хотел бы, вы знаете, обратиться к истории встреч «Крыльев Советов» и «Московского Спартака». Первая встреча в российских чемпионатах, естественно, я имею в виду, в 1992 году. Высшая лига тогда называлась наш основной дивизиом. Группа «Б» в группе «Б» «Спартак» и «Крылья Советов» встретились 29 марта и «Спартак» разгромил тогда «Крыльушки» со счетом 5-0. Так вот, в воротах у «Московского Спартака» стоял нынешний главный тренер Станислав Черчесов. Угловой, угловой, первый угловой у ворот «Скипеплетикосы». А полузащитником «Крыльев Советов» был ныне арбитр, резервный арбитр этого матча Сергей Марушка. Так что сегодня, я думаю, им будет что вспомнить, тем более, что они будут находиться практически на одной линии у кромки поля. Антон Бабер выполняет удар с угла поля. Плохая подача. Вообще, если говорить о матчах «Крыльев» против «Спартака», наверное, ни против одного клуба в российских чемпионатах у «Крылышек» нет такого безобразного баланса. Просто кошмарная статистика у «Крыльев» в матчах против московского «Спартака». Из 30-ти одной встречи, которые были проведены, всего лишь три победы на счету «Крыльев». Последняя была датирована 2004 годом. Помните, наверное, эту феерическую встречу, когда «Крылышки» выиграли здесь, на поле стадиона «Металлург» 4-2. И тогда хит-триком отметился Андрей Коряка. Три-четыре ничейных результата и 24 поражения. Кошмарная, просто кошмарная статистика. Но вот сейчас «Крылья», находясь на 10-м месте в чемпионате, застрял мяч в стенке. «Крылья», находясь на 10-м месте в чемпионате, и на протяжении последних пяти матчей, не зная вкуса побед, обязаны, наверное, рвать рубаху на груди, играть через «не могу», играть, стиснув боль, забыв о неудачах, забыв о статистике против московского «Спартака». Насколько лидер нашего чемпионата позволит «Крылышкам» сыграть в тот футбол, который им хочется. Бил по воротам Медведев, но назвать это ударом по воротам довольно сложно. Да, в сторону ворот. Метров, наверное, на пять выше перекладины. «Ангва» отобрал мяч, пошли вперед крылья и нарушили правила о матче дублеров. Вчера состоялась эта встреча. Лидеры первенства дублеров, московские «Спартаковцы», довольно легко переиграли хозяев поля со счетом 2-0. Артур Малаян забил свой третий гол. В соревнованиях дублеров и гол забил Амир Бажев. Вот по поводу Амира Бажева я бы хотел напомнить любителям футбола, любителям в первую очередь, конечно, московского «Спартака», что совсем недавно этот футболист вернулся из аренды. «Спартаковцы» отдавали его на полгода в Рязанский «Спартак» МЖК. Откровенно говоря, не знал, что такое МЖК. Что-то такое с майонезом, наверное, связанное. Можжиркомбинат, может быть. Ну, шутки в сторону, а факт остается фактом. Вот Амир Бажев вернулся, вернулся в «Спартак» и тут же отметился голом за дублирующий состав. Крылья, которые находятся в чемпионате дублеров на восьмом месте. После 20 игр отстают от «Спартаковцев» на 20 очков. Тоже довольно солидное такое отставание. Лобос вышел из ворот и отбил мяч не очень далеко. «Спартаковцы» его подхватили. Нарушение правил фиксирует Александр Гвардис. Гвардис нечасто, надо сказать, в этом сезоне встречался с игроками Крыльев и с футболистами московского «Спартака». Крылья, матч Крыльев он судил против «Сатурна» в первом круге. Эта встреча закончилась со счетом 1-1. Ну и не самые приятные воспоминания у московских «Спартаковцев» не по поводу качества судейства, а по поводу, наверное, своей игры при судействе Гвардиса. В первом круге это игра против подмосковных «Химок», которые «Спартак» проиграл эту встречу, если вы помните, со счетом 0-3. «Ангба» был с мячом, сыграл в линию защиты. Здесь Медведев и Топич. Серж Бранко появился впереди. Павличенко. Хорошо сейчас оставлял мяч партнером, это был Бояринцев. Шишкин. Перекрыт был кислород Роману Шишкину, и, собственно, единственный ход у него был в этой ситуации сыграть через галкипера, через стипи Плетикоса. За последние несколько дней очень серьезные изменения произошли в станах и той, и другой команды. Естественно, об этом следует обязательно сказать. Мы вот видим сегодня уже в составе в составе Крыльев появился на поле колумбиец Эскобар, полузащитник. В запасе 11 номер Кинтеро. Это игроки, которые вот только-только подписали контракты с Крылышками. Причем, ну, Калешин уже на поле. 23 номер, мы помним его с вами по выступлениям за Томь. Клан Карлос Эскобар и Дарвин Кинтеро. Футболисты лидера колумбийского чемпионата Депортес Толима, 19-летний Дарвин Кинтеро нападающий, малыш, метр 65, 59 килограммов, такой легкий кавалерист и 24-летний полузащитник Хуан Карлос Эскобар. Вот они уже не только приступили к тренировкам, не только подписали контракты, но мы видим с вами, что и находятся в заявке на эту встречу. Кстати, вот то, что касается некоторых таких юридических тонкостей, давайте сейчас досмотрим с вами проход Бояринцева. И проскочил сейчас мимо мяча Баженов. Ситуация была шикарная. Так вот, то, что касается 19-го номера, крылышек Скверняка, футболиста сборной команды Белоруссии, он получил российский паспорт, российское гражданство, оформил двойное гражданство, так что от белорусского паспорта не отказался, это позволит ему, соответственно, выступать за свою сборную. А то, что касается московского Спартака, нет, здесь положение вне игры. Дорогие друзья, я, может быть, попрошу у вас прощения за то, что сейчас отвлекаю ваше внимание непосредственно от футбола той информацией, которая за последние дни пришла из стана и красно-белых игроков-крылышек, но в любом случае это интересная информация. Вот сегодня у спартаковцев в запасе одиннадцатый номер Велитон, бразилец, который подписал с красно-белыми пятилетний контракт, футболист клуба Гоас, клуба, который сенсационно многие считают, точнее, считают сенсацией то, что клуб Гоас находится на первом месте в чемпионате Бразилии. Очень интересный молодой восемнадцатилетний форвард. На счету его только в этом чемпионате шесть мячей в двенадцати играх, ну а всего вот за два сезона выступления за Гоас с тридцать два гола забил. Так что человек, естественно, обладающий очень хорошим голевым чутьем. Кроме Бажила и кроме Велитона, Спартак буквально пару дней как подписал договор на правах аренды с Адамом Дудышем, футболистом венгерского клуба Дьор Это полузащитник тоже молодой восемнадцатилетний. Причем договор был подписан на правах аренды с возможным правом выкупа контракта. Первоочередного выкупа трансфера этого футболиста. Ну не самая, я думаю, простая жизнь будет у Адама Дудыша в московском Спартаке. Все-таки полузащита Спартаковская, наверное, это самая мощная линия и это в какой-то степени, наверное, такой исторический факт для московского Спартака. И недаром Сергей Шавло комментируя приход в стан красно-белых Адама Дудыша сказал, что ему будет непросто закрепиться в составе московского Спартака, но уж если приглашали, наверное, не так просто. Англа. Англа играет назад. Ну довольно легко спартаковцы в середине поля разобрались с соперником. Это Эскобар. Да, это вот шестой номер Колумбиец. Эскобар довольно высокий, крепкий парень. Он еще метр восьмидесяти, рост с хорошим бегом и такой, знаете, типичной южноамериканской пластикой. Логиевка. Удар метров с 25. Роман Павлюченко проверил бдительность голкипера. Вообще, надо сказать, что Роман Павлюченко на протяжении последних матчей между Крыльями и Московским Спартаком. Вот если будем брать историю встреч этих команд за последние годы. С того момента, как Павлюченко появился в составе Московского Спартака с 2004 года, он практически регулярно забивает соперника. Вы судите сами. Вот в 2004 году Спартак Крылья 3-1 Павлюченко Самедов Бажен. Даже вот в том матче, который Крылья выиграли 4-2 Павлюченков и Погребняк забили. В матче 2005 года 1-3 здесь же на этом стадионе Калиниченко и Павлюченко. В Москве правда забил Ковач, а вот в прошлом году в матче второго круга опять отличился Павлюченко. В матче первого круга сезона 2007 года забил гол Торбинский. Торбинский блистательно провел конечно предыдущую встречу против Томи. недаром получил ценный приз от спонсоров Бриллиант. попал мяч в ногу Денису Бояринцеву это Калешин пытался выбить мяч. ну и теперь сам Калешин будет выводить его в игру. Денису сезонной изменения произошли в составе Крыльев если вспоминать матч первого круга Махач Гаджиев не вышел в составе, нет в составе и в заявке, нет Давида Муджири, нет Мэтью Бута Но вот то, что касается Бута, он, я уже говорил вам, видел я его на трибунах в темной бейсболке Сидит среди болельщиков вместе со своей супругой По поводу Бута как раз спрашивали президента Крыльев в одном из последних интервью Александра Барановского Будет ли играть Бут в предстоящей встрече, сейчас давайте досмотрим эту атаку Спартака Момент был великолепный для взятия Никита Баженов Вот разводит руки в стороны, а что это означает? Почему не попал или почему не сделал передачу, сам не знаю Вполне допускаю Так вот, по поводу Мэтью Бута, вопрос Александру Барановскому был задан Лоб, почему не играет Мэтью Бут Ну и откровенно говоря, вы знаете, лично меня немножечко удивил ответ президента Крыльев С Бутом мы выигрываем вверху, но проигрываем внизу Ну означает ли это, что отсутствие Бута на площадке Как бы заранее обрекает крылья на то, что в защите некому будет выигрывать верховые дуэли? Так что ли? Ну не знаю Не думаю, что Эдуардо Лобос, несмотря на, в общем-то, его довольно высокую квалификацию Этого чилийского голкипера, не думаю, что он по классу выше голкипера Крыльев Основного голкипера Александра Макарова Ну преимущество у Лобоса, наверное, только в трех годах На три года он моложе Вот, пожалуй, и все Ох, какой удар Дениса Бояринцева Пять с плюсом за желание И за, наверное, шанс Такое За такое исполнение на радость болельщикам Но вот чуть-чуть точности не хватило Но это очень сложный, конечно, удар по исполнению Пока вы знаете, дорогие друзья Вот прошло уже более 20 минут 21-ая минута встречи Я бы не рискнул Я бы не рискнул Четко определить вот за Эти почти полтайма Преимущество у той или у другой команды Ну да, спартаковцы выглядят поинтереснее Чуть-чуть Но вот сказать, что Сто процентные возможности Даже вот у того же Никиты Баженова Шанс был очень хорошим Но, наверное, сто процентным его назвать сложно Тем не менее, да, спартак выглядит поинтереснее Но это, вы знаете Не та ситуация При которой можно утверждать Что одна команда имеет неоспоримое преимущество Да, но есть небольшое территориальное игровое Спартак точнее играет в пас Спартак лучше контролирует мяч Но наш чемпионат на протяжении Всего Развития вот в этом сезоне Давал нам немало шансов Говорить о том, что возможности Говорить о том, что В нашем первенстве Может быть все, что угодно И имея Колоссальное преимущество Колоссальное игровое Территориальное превосходство Можно с этим превосходством Не справиться Спартак находится В очень интересном Таком психологическом, наверное, сейчас На очень интересной психологической фазе Своего развития Своего поступательного движения В этом чемпионате После ухода С тренерского мостика Владимира Григорьевича Федотова После поражения Футбольного клуба Москва В 13-м туре Который стал Несчастливым Для этого специалиста То ли Судьба Вот так вот действительно Повернулась Лицом к Спартаку И в первую очередь К Станиславу Черчесову Или же действительно Станислав Черчесов смог За столь короткий промежуток времени Изменить в первую очередь Наверное Психологию футболистов Раскрепостить их каким-то образом Спартак заиграл И всего лишь Одна ничья В шести матчах При Пяти победах Ну и естественно Совершенно Противоположная Картина Вот за последние Эти шесть игр Если брать Их в качестве Отрезка Такого игрового У подопечных Сергея Аборина Я уже говорил Одна победа Четыре поражения И Одна ничья И Зеркальное Совершенно Отображение Диаметрально Противоположное Наверное Так вернее Диаметрально Противоположное Положение По забитому И пропущенному Спартака Тринадцать шесть У Крыльев Шесть Двенадцать При том что Концовка Чемпионата Ну гол то будет Да Очень изящную Комбинацию Разыграли Московские Спартаковцы И Никита Баженов Который оказался Вот сейчас Действительно Оказался На голевой Позиции Игнас Дедура Пришел его Поздравить Никита Баженов 1-0 Спартак Спартак Повел Сейчас я думаю Мы с вами Увидим Повтор этого Момента Вот Торбинский Был с мячом Получил он Хорошую Передачу Ушел от Защитника И в сложном Очень сложном Положении Отпасовал Мяч Баженову И тот Тот Переправил Мяч В воротах Хотя конечно Был я думаю Шанс У Эдуарда Лубаса Этот мяч Отразить Но не успел Не успел Голкипер Сложиться Над руками У него мяч Пролетел Пролетел В ворота Там и защитник Помогал Но это вот Специально обученные Спартаковские Пиротехники Устроили тут Небольшую Дымовую Завесу Калешин Топич Топич Направо Вот ноги Самарца Мяч покинул Пределы поля Бил поворотом Антон Бобер Капитан Крыльев Ну вы знаете Что Давид Муджири Добровольно Сложил себя Обязанности Капитана Ну и наверное Поступил По-мужски Сказав что Если его меняют На протяжении Целого ряда Матчей Приходится Постоянно Передавать Капитанскую Повязку Кому-то То наверное Нет смысла И держать Ее у себя Дальше Надо Чтобы капитанскую Повязку носил Тот игрок Который Постоянно Находится В составе И чья Необходимость На поле Гораздо более Важна И ценна Ну помним Мы с вами Что и Мэтью Бут Был капитаном Крылышек Который сейчас Находится На трибунах Вы знаете Самое наверное Радостное Известие Которое Вот пришло Из Стана Самарских Крылев советов Это известие Которое Может быть Не столько Игры Касается Сколько Неких Юридических Сторон В деятельности Клуба Я имею ввиду То что Вроде бы Урегулированы Все Спорные Моменты И Совсем Недавно Было Принято Решение Что Клуб Крылья Советов Станет Собственностью Самарской Области По крайней мере Вот насколько я знаю Константин Китов Губернатор Области Поставил такую Задачу Ну и Вот После Того Как были Проведены Все необходимые Юридические Аудиторские Проверки Вроде бы Вроде бы Как Все Все готово К тому Чтобы Вот Такой Новый Статус Получил Самарский Клуб Нет Не прошла Передача Натопича Торбинский Принес Свои Изменения Сэржу Бранко Показывает Александр Гвардис Что пробивать Надо По свистку Показывает Он это В первую очередь Французу Бранко И капитану Добру Позиция Для удара Очень хорошая Для обстрела Может быть Не самое Не самое Близкое Но вот А удар То вы знаете Вот сейчас Наш редактор Трансляции Алексей Пишнин Подсказал мне на ухо Что Коряки-то нет В составе Но удар Вы знаете Антона Бобра Но Не по таким Замысловатым Дугам Которые Отправлял По которым Отправлял Мячи ворота Андрей Коряка А прямо Летел Но очень мощно И немалых Кругов стоило В стипе Плетикосе Дотянуться до мяча И переправить Мяч на угловой Бил поворотом Лагиевка Вот он Четвертый номер Крыльев Советов На него Видимо Возложена Основная Работа По Выигрышу Борьбы На втором этаже С отсутствием Мэтью Бута Шишкин с мячом Хорошая передача Баженов Лагиевка Лагиевка Отправил мяч За пределы поля Чем-то успел Кшиштов Поговорить с Галкипером Станислав Черчесов Разыграли Спартаковцы Мяч Бояринцев Нет это Прошу прощения Это не Бояринцев Это пятый номер Моцарт 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 Кстати Тоже забивал Крыльев Вы знаете Я сейчас посмотрел Свои записи Да В прошлом году В матче Спартак Крылья 3-2 Спартаковцы Выиграли Ковенаги Тогда забил Ковальчук И Моцарт Да 3-2 А Ковач Прошу прощения Ковальчук Уж если я упомянул Фамилию Спартаковского Полузащитника Ковальчук Находится Сейчас В Германии Проходит Обследование На предмет Операции Коленного Сустава Ну Вы знаете О том Что Мартин Яранок Уже прооперирован Причем Операции Подвергся И второй Голеностоп По Заявлениям Спартаковских Врачей Мартин Может появиться Появиться в составе В основном составе Команды Лишь во второй половине Сентября Когда как раз Наш чемпионат Выйдет На финишную Прямую И тогда Конечно Подмога Со стороны Мартина Яранека Будет Будет Очень и Очень Необходимо Вот сегодня В запасе Владимир Быстров Который К этому матчу Готовился В общей группе Все проблемы С бедром С мышцей Которые он Дернул Все Все Позади То что касается Жедера Жедер Жедер будет В строю Опять таки По заверениям Московских Скулапов Спартаковских Будет В строю Где-то Через Неделю Ну и Если заканчивать Вопрос С изменениями В составе Того же Спартака Ну наверное Можно Разве что Вспомнить То что Олег Динеев Отдан в аренду Ярославский Шинник Так что Мы с вами Видим Что У Спартаковцев Есть И приятные Моменты Я имею ввиду Выход людей Из лазарета Ну и Опять таки Отсутствие Некоторых Футболистов Конечно Не радует Я имею ввиду И отсутствие Того же Миранека И Того же Жедера И Ковальчука Ну Благо что Дело идет На поправку Спартак Будет выполнять Страхной Егор Титов Умича Решил разыграть Старбинским Моцарт Дедура Шава перевел Мяч направо На Шишкина Бояринцев Шишкин Никаких шансов Дениса Бояринцева Успеть на эту передачу Не было Здесь Игнас Дедура Совершенно Спокойно Распорядился Мячом Сыграв Через Галкипера Калешин Лобос далеко Мяч выбил Шава Чуть было Не потерял Мяч Но пришел Ему на помощь Торбинский Вновь Шава В центре поля Эскобар Мяч перехватил Но до партнера Мяч не довел А правда Вот поборолся За него Хорошая передача Топич Топич После таких моментов Хочется Воскликнуть Но всадник без головы Перед тобой Пространство 5 метров Никого Остановись Защитники На весьма Почтительном Расстоянии Параллельным Курсом Хорошей позицией Находится Медведев Сделай Паузу Скушай Этот момент До конца Стиве Плетикоса Здесь В положении Вне игры Оказался Спартаковец Но Александр Гвардис Отреагировал На поднятый флажок Своего Помощника Сергей Аборин Не знаю Какие бури Хлокочут В его душе Но пока Сергей Аборин На всех Во всех интервью Само спокойствие И говорит о том Что Ну ничего страшного С командой Не происходит Команда Старается Команда Играет Неплохо Чего-то Не хватает Но вот Чего-то Чего-то Не хватает Крылышкам И по ходу Этого матча Пока Спартаковцы К 36-й минуте К концу 36-й минуты Ведут Со счетом 1-0 Никита Баженов Автор Единственного Пока Мяча Роман Шишкин Натолкнулся На Колешина Сам Колешин Вел мяч в игру Логиевка Далеко Вперед На Медведева Там Игнас Дедура Не проиграл Борьбу за воздух Шуава Играет С плитикосой Сквернюк С мячом Сложная тут Ситуация 6 ног На 30 квадратных Сантиметров Поля Но мяч Тем не менее Не ушел За пределы Ан-2 Атаковал Его Баженов Но Ан-2 Тем не менее Довел мяч До партера Здесь Дедура Что показывает Александр Гвардис Было положение Вне игры У Алексея Медведева На второй Свисток Александра Гвардиса Отреагировал Стипе плитикоса После первого Что-то пытался Объяснить Своим партнерам Нарушает Правила Лагьевка Против Романа Павлюченко Ну и Капитан Спартака Здесь же Егор Титов Денис Бояринцев Вот Максима Калиниченко В стартовом составе Нет Он есть в запасе Почему-то И он сразу Вспоминается Вот Когда мяч Устанавливается На такую позицию Хотя вы знаете И Сантос Моцарт Обладает Хорошим Крученым ударом И Роману Павлюченко И тому же Комычу Не откажешь В силе Вот Бил Поворотом Сейчас Павлюченко Угловой Замысловатой Получилась Траектория После Отскока Мяча Шилом Пытался Прошить Стенку Роман Павлюченко Наверное Да У прямого Удара Все-таки Силы Побольше Чем У удара Крученого Резаного Ну а вот Этот резанный Крученый Удар Навес Привел К тому Что Эдуарда Лобас До мяча Дотянулся А мяч Попал Прямо На ногу Роману Павлюченко И мы Сейчас Увидим Как с очень Острого Угла Роман Павлюченко Ну я Неспроста Говорил Что Роман Павлюченко Это В нынешнем Составе Спартака Главный Специалист По крылышкам Город Вьется Красно-белое Знамя В самарском Голубом Небе Оба форварда Спартака Отметились По голу И Баженов И Ковлюченко Форварды Крыльев Пока молчат Ни Топич Ни Медведев Не замечены В каких-то Экстраординарных В действиях Уворот Скибек Летипосы И после пропущенного гола Вы знаете Не хотел бы говорить Что некая апатия Сквозит в действиях Крыльев Но вот такое настроение Что дескать Опять на своем поле И опять Пропускаем И опять проигрываем Вот в какой-то степени В какой-то степени Это Это есть Могу ошибаться Конечно Дай бог Чтобы я ошибался Пусть простят меня Поклонники Крыльев И футболисты За такое Ну в какой-то степени Посвенное обвинение Хороший перевод мяча Одна из самых Наверное Знаменитых фамилий В колумбах В том числе К сожалению И футбольных Помните наверное Трагедию Которая Произошла С его Однофамильцем Когда После чемпионата мира Его застрелил Защитника Сборной Колумбии Застрелил Сумасшедший Болельщик У нее Скубар Наверное Самое главное Преступная Единица В Колумбии За которой По-моему За которым Человек За которым Охотилась Вся Правозащитная Юридическая Разведывательная Сила Соединенных Штатов Да и не только Соединенных Штатов Толчок со стороны Дедуры Досталось Топичу Бранкову Мяча Хороший перевод В переднюю линию Там Медведев Алексей Медведев Очень интересный Футболист Воспитанник Московских Армейцев Но Вы знаете Порой Такое ощущение Создается Что он подвержен Влиянию Неких Электромагнитных Волн И бурь Иногда Он Такое Искрометное Действие Выдает на поле В состоянии Мгновенно Оценить ситуацию Мгновенно Освободиться От опеки Мгновенно Нанести удар А иногда Вот как В этой ситуации Когда Ну явно Задержал Сейчас Развитие Атаки Алексей Медведев Ну это На мой Может быть Неискушенный Вкус Была По-моему Возможность У Медведева Гораздо Быстрее Освободиться От мяча Или же Сделать Передачу Точнее Освободиться От мяча Посредством Удара Или же Сделать Передачу На партнера Начало Начало Перерыва Спартак Я бы Я бы Сказал Очень Рассудительно Вел Игру Вот в этой 45 минутки И продолжает Ее вести Очень Рассудительно Может быть Не нагнетая Какую-то Сверх Напряженность Возле Ворот Эдуарда Лобоса Но очень Эффективно Использует Те Возможности Те Шансы Которые Предоставляют Предоставляет Им соперник Но это не значит Естественно Что Спартаковцы Не предпринимают К этому Никаких Решительных Действий Нет Они Действуют Очень Грамотно Я уже Говорил о том Что они Осуществляют Очень хороший Контроль Мяча У них Точнее Пассы Вообще Культура Пасса У спартаковцев На сегодняшний момент Наверное Самое высокое В нашем футболе Видели мы с вами Вот сейчас Момент Тот занавес Первого тайма Когда Анг-2 Умел прекрасную возможность Но опять-таки Это за счет Индивидуальных действий В первую очередь Вот что отличает Спартак и Крылья В первые 45 минутки Спартак Представляется Классическим вариантом Команды Которая Играет Простите меня За татологию Команды Футбол А Крылья В большей степени Сбились Вот на такие Индивидуальные действия Ну отсюда Отсюда дорогие друзья И результат Крылья Спартак После 45 минут игры 0-2 Гости Соответственно Впереди Перерыв Дорогие друзья В перерыве матча Между Крыльями Советов И Московским Спартаком Матча 20-го тура Здесь На поле Стадиона Металур Состоялся Конкурс Для болельщиков И одному Из самарских Болельщиков Удалось Сделать то Что не удалось На протяжении Первой 45 минутки Футболистам Местного клуба Забить мяч У ворота Тот болельщик Получил Какой-то Ценный приз А вот Радости Остальным Болельщикам Футболисты Самары В первой 45 минутке Доставить Не смогли 2-0 2-0 Впереди Спартак 24-я минута Никита Баженов 39-я минута Роман Павлюченко Эти два Футболиста С близких Дистанций Поражали Ворота Эдуарда Лобоса Павлюченко Вы помните После очень Хорошей Фланговой Атаки В которой Главным Действующим Лицом Был Торбинский Торбинский Вошел в штрафную Получив Передачу От партнера Ну и практически Выложил мяч Роману Павлюченко На блюдечке Кому осталось Только Голубую каемочку Оформить В виде гола Что он и сделал Хотя не самый Не самый сложный Был мяч Для отражения Но ни Лобосу Ни защитнику По-моему Это был второй номер Будников Там Вкупе С чилийским Голкипером Крыльев Пытался он Этот мяч Отразить Но не получилось Что касается Второго гола Ну это опять-таки Информация Для тех Кто опоздал К началу Нашей трансляции Сантос Моцарт Очень хорошо Подал мяч С правого угла При Росыгрыше Стандартного положения Угловое Выполняли Спартаковцы Лобос До мяча Дотянулся Но мяч Практически Не изменив Траектории Вот этой самой Дуги После удара Левой Сантоса Моцарта Точно Мяч точно Лег На ногу Роману Павлюченко Александр Макаров На ваших экранах Активно Разминается Что это значит Что замена Произойдет Сейчас В составе Крыльев Ну на всякий случай Скажу кто В запасе У футболистов Вот Мэтью Бут С сынишкой Его нет в запасе Его нет в запасе Кроме Макарова Лейлтон Трифонов Ковба Кентера Васильев И Шпаков А мы пока с вами Смотрим Наблюдаем За статистикой Вроде бы По ударам В сторону Ларот Все нормально Ну вот посмотрите 2-4 В пользу Спартака Вот на два Удара больше И два гола В ворота Эдуарда Лобоса Спартаковцы Отправили Довольно показательный момент Нарушений правил Крылья здесь превосходят соперника 10 против 6 Ну это Как раз Превосходство такое Со знаком минус Означает это только то Что спартаковцы Лучше владеют мячом Спартаковцы чаще Идут в обыгрыш Спартаковцы Дорожат больше мячом Ну а футболистам Крыльев Ничего не остается Как Нарушать правил Ну и видели мы с вами Процент владения Мячом Он опять таки В пользу Спартака И в данном случае Вот эта статистическая Выкладка Она свидетельствует Лишний раз Только о том Что Спартаковцы Имели преимущество Столь необходимое Для того Чтобы дважды Поразить ворота Самарских Крыльев У спартаковцев В запасе Вратарь Хонич 31-й Паршевлюк 34-й Сабитов 25-й Калиниченко 23-й Быстров Я уже говорил о том Что Владимир Быстров Восстановился После травмы 40-й Дзюба И 11-й Номер Бразилица Велитон Подписавший Пятилетний контракт С московским Спартаком Под 11-м Номером Его любимым Номером Кстати говоря Он очень Просил Чтобы Вот именно Этот номер Ему был предоставлен Собственно Никто и не возражал Потому что Этот номер В составе Спартака Был Свободен Денис Бояринцев Пришел Побороться За мяч Стопичем Ну это так Чтобы не застаивался Степи Плетикоса Удар Сквернюка Интересно будет Понаблюдать Если в составе Спартака Выйдет Паршевлюк Как он будет Играть Против Сквернюка Павлюченко Шуава Торбинский Смещается в центр Направо На Шишкина Шишкин Низом Отправляет мяч Калешин Его перехватывает Топичу приходится Постоянно И в первом тайме Кстати говоря Тоже это было Довольно часто Возвращаться На свою половину Поля Для того чтобы Завладеть мячом Ковач поднялся с травы При помощи Алексея Медведева Стипи Плетикоса Да ну вот Внимательно Наблюдая В течении этих Пяти-шести минут За Футбольным полем Прихожу к выводу Что Замен нет И то что Александр Макаров Разминался Пока Пока ни о чем Не говорит Моцарт 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 ввел борьбу Со Сквернюком За мяч Гвардис Сначала Возмутил Своими действиями Игроков Которые требовали Зафиксировать Порушение правил Что означают Вот эти два пальца Поднятые вверх Сергеем Абориным Виктория Викторией пока не пахнет Шуавлова Мяча Расстался Флоринс Со своими Пышными Кудрями Нет Эта передача На Торбинского Не проходила Ни при каких Обстоятельствах Ангбла Играет Бенуа Ангбла Сбранков Ну и дальше Бранко Вот так Сквернука Шишкин В качестве Стафетной палочки Сейчас чуть было Не использовали Флажок Плетикоса Выбивает мяч На чужую половину Поля Моцарт В центре Против него Нарушают правила И делает это Алексей Медведев И первая Желтая карточка Бранко Надо успокоиться Медведев пока С этим Справляется С трудом Несмотря на 16 Нарушений правил В первом тайме Игра не носила Естественно Такого Жесткого характера Да и сейчас Она Ничего подобного Не напоминает Это нарушение правил Наверное Просто Случай Выбивающийся Из ряда Себеподобных Излишней жесткостью Которую Продемонстрировал Серж Бранко Замена Я смотрю Денис Ковба По-моему Сейчас появится На поле Девятый номер Торбинский С мячом Сыграл на Баженова Баженов вернул Мяч Торбинскому Торбинскому Не дают Здесь развернуться Шишкин Скубар Пошел В отбор Чуть было Не осуществил Задуманное Дальше Кшиштоф Лагиевка От своей штрафной Отправляет мяч На левый фланг Да, так оно и есть Девятый номер Денис Ковба Посмотрим Кого будет Менять Футболист Крылев Четырнадцатого номера Меняет Сержа Бранко Ну, наверное, это Педагогический ход Сергея Аборина Который прекрасно знает Характер Своего Полузащитника Который, видите, даже Руки не желает Подавать Партнерам Не хочет оставлять Команду в десятером Сергея Аборин Знаю, что если Бранко завелся Помним мы с вами Целый ряд Моментов Когда неадекватное Поведение Сержа Бранко Не мог объяснить Даже Многоопытный Гаджи Гаджиев Тренировавший На тот момент Крылья Большой оригинал Серж Бранко Не только В прическе Это проявляется Вот смотрю я на игру Крыльев И знаете, почему-то Вспоминаются Строчки из Супер-хита Аллы Пугачевой Где есть Такие слова Без тебя Любимый мой Лететь Без меня Тебе Любимый мой Лететь С одним крылом Да, вот Не то чтобы С одним крылом Сегодня Крылья, по-моему Оба Крыла сложили Топич Взмахнул сейчас Все-таки Марко Топич Не очень сильным Получился у него удар Плетикоса Далеко Вперед Так уже исторически Сложилось, что Крылья и Спартак В матчах В матчах Друг против друга Даже в тех матчах Которых Крылья Проигрывали Они всегда Пытались Демонстрировать Атакующий футбол Но вот Сегодня Сегодня Это историческая Параллель Не прослеживается Потому что Ну вот Посудите сами Дорогие друзья Опять-таки Если мы с вами Вспомним Матчи Прошлого чемпионата Или позапрошлого В этих играх Забивалось Немало голов Ну вот В 2004 10 голов В двух играх 4-2 и 3-1 5 голов В 2005 То есть Больше двух голов За игру В любом случае 6 голов В прошлом году В первом круге Правда 1-0 Я напомню вам Спартак выиграл Но пока Вот сейчас ведет Со счетом 2-0 Что произойдет дальше Денис Бояринцев Хорошая подача Но на этот раз Лобос Был в позиции Когда можно было Мяч забирать руками А не переводить его Одной рукой Подальше от ворот Как было в ситуации Когда Роман Павлюченко Забивал гол Покинул мяч Пределы поля Вот ждет мальчик Кто же у него мячик заберет Оказался этим человеком Флорин Шуава Обошлось все на этот раз Ну вот появляется легкая кавалерия Колумбийская легкая кавалерия Кинтеро Невысокого роста Футболист Метр шестьдесят пять Всего лишь И вес такой 59 килограммов 20 лет этому футболисту Дарвин Вильяльба Карлос Кинтеро Вместо Вместо Сквернюка Так что дуэли Сквернюк Паршевлюк Мы с вами не дождемся Посмотрим На что годится Этот малыш Вот Сквернюк В отличие от Бранко Пожал руку Руки всем Партнерам И тренерам Моцарт Торбинский В воздухе мяч покинул пределы поля Там никого В районе 11 метровой отметки Кроме степи плитикосы Питов Передача на Павлюченко Вот первая попытка Кинтеро Сыграть мяч Агба Кинтеро получает мяч Ну для первого раза Неплохо А партнеры Партнеры набедокурили Ну и здесь Лежит Сантос Моцарт А нет Прошу прощения Это меня прическа Точнее ее отсутствие Заставило ошибиться Это Игнас Гедура Да 70-й номер Да Вот Моцарт Слева Так что убедитесь В абсолютном Абсолютной схожести Причесок Юрий Васильков Многолетний Врач московского Спартака Он сейчас Приводил в чувство Игнаса Гедуру Ну а Роман Павлюченко Забил свой седьмой гол В этом чемпионате И сравнялся С Вагнером Лавом Андреем Аршавиным И Романом Адамовым Хотя Я вам напомню Что У того же Адамова И Аршавина И у Вагнера Лава Будут еще возможности В этом Туре Забить Ну а лидер чемпионата Денис Колодин Один гол Со штрафного И Семь с пенальти Уникальный результат Не в том смысле уникальный Что восемь голов А вот качественное исполнение Качественное наполнение Вот этих Восьми голов И какой момент Сейчас был у Спартака И продолжается момент Вот Титову здесь конечно Не дали Не дали возможность Сделать передачу И Баженов Бил очень здорово Сейчас увидим Мы с вами наверняка Повтор этого момента Вот хорошее Развитие Получила эта атака Вот Дениса Бояринцева Пошел мяч Пошел точно на ногу Баженову Успел Лобос И вот здесь уже Здесь уже просто Перекрыли кислород Егору Титову Хотя Роман Павлюченко Просил передачу На протяжении последних Наверное минут Пяти-шести Мы слышим с вами Только возгласы Только Многотысячное И слаженное Скандирование Поклонников Московского Спартака Вперед Спартак Вперед Спартак Самарские болельщики Молчат Или же Хор Московского Большого театра Перекрыл Своим вот этим Слаженным исполнением Песнопение самарцев Нет И этому мячу Не суждено было Влететь в ворота Спартака Ковач Итопич Против Антона Бобра Было сыграно Очень точно Дальше Торбинский На своего капитана Не совсем точно Кентера Против него Нарушает правила Игнас Дедура Желтую карточку Получил Дедура Что сейчас Произошло С нашими коллегами В Самаре Моцарт Моцарт Четыре человека В стенке Антон Бобер По комплекции По комплекции Роман Роман Шишкин Знаете вот картина Игры Картина футбольная Не меняется И во втором тайме Спартак опять таки Не предпринимая Никаких сверхусилий Очень спокойно Контролирует Ход игры Крылья Может быть Добавили Сейчас Вот в желании В страсти Но совсем уж Не хочу Говорить Называть эту команду Мертвой В первом тайме Но вот Время от времени Возникало ощущение Что Крылья сложены И лететь команда Никуда не собирается Но сейчас вот Хоть какие-то попытки Подопечные Сергея Аборина Предпринимают Но спартаковцы Очень Очень спокойно И еще раз Употреблю это слово В какой-то степени Рассудительно даже Не без Напряжения особого Без сверхусилий Разрушают все атаки Хозяев Вот и из ничего Сейчас могла возникнуть Опасная ситуация У ворот Лобоса Торбинский на левом фланге Чуть-чуть подтолкнул Бенуа Ангу Но надо отдать мяч Лобос Горячий чилиец Прибежал сюда Чтобы Выполнить штрафной Кентеро Неплохо На своего партнера По бывшему клубу И по Самарским крыльям На Эскобара Фобер Он будет выполнять Этот удар Неплохо закручено Вот там Роман Шишкин Торбинский Играет со своим капитаном Егор Титов Точно вперед На Павлюченко И Баженов Попытки убежать Анбудникова Баженов Упустил На мгновение Мяч из виду Вновь Баженов Ну а теперь Не мяч упустил Из виду А партнера Никто не толкал Самарца Тот упал Самостоятельно А здесь сразу Два Спартаковца Редчайший случай Егор Титов Сделал неточную передачу А нам с вами Показывают Вновь Мэтью Бута Выражение Глаз за темными очками И надвинутой На самые глаза Бейсболки Не прочесть Торбинский Баженов Хороший удар И хорошо действовал В этой ситуации Эдуардо Лобос Вот давайте посмотрим Как разворачивалась Эта атака Спартака Это Егор Титов Прошу прощения Пяткой оставляет Мяч Баженову А нет Это все-таки Болтарбинский Игнац Дедура Игнац Дедура пришел В чужую штрафную Шишкин Показывает Показывает Свисток арбитра По ногам получил Егор Титов Ну и Сантос Моцарт Будет выполнять удар Разбегается под левую Собственно ничего другого Моцарт И не может придумать Правая нога у него Не настолько хороша При исполнении стандартов Опасно Очень опасно Закручивал мяч В ворота Моцарт В общем-то Вектор полета мяча Был понятен Изначально В сторону ворот Но вот то что Моцарт Будет бить непосредственно В створ Кентеро Кентеро не боится Идти в обыгрыш Хорош мальчишка Вот здесь Дидура Эскобар Ангва Вновь Эскобар Вот спартаковцы мяч Покинул пределы поля Флорин Шуава Замена Васильев появится сейчас В составе Хозяев Дмитрий Васильев Нападающий меняет Марка Топича Да Топича мы сегодня с вами В большому счету В игре не видели Угловой От ноги Торбинского Судья зафиксировал То что мяч ушел За пределы поля Напомню Сегодня Александру Гвардису Помогают Игорь Лапидус Из Элисты И Ильдар Зарипов Из Ленинградской области Молодец Плетикоса Какой мяч достал Это Эскобар бил Ну что Этот момент Только подтверждает Тот факт Что Поинтереснее Стали действовать Во второй 45 минутке Футболисты Крыльев Советов Видимо Ну что видимо Скорее всего На все 100% Так и было Накачку то получили они В перерыве От тренера Потому что тот футбол Который Крылья показывали В первом тайме Особенно после того Как пропустили гол Футболом то назвать Можно было С большой натяжкой Сейчас Хоть что-то Вот появление Этого парня Этого колумбийца Кентера Заставило проснуться Трибуны Кроме Спартаковского сектора Там никто и не спал Ну вот Бразилица Велитон Бразилица Велитон Видим с вами Статистику Владения Мячом Сейчас Спартаковский 11 номер Появится на поле Ковба Покидает мяч В пределы поля Ну и Станислав Черчесов Через переводчика Сообщает Велитону Сколько голов Ему надо забить В этом матче Пока там Небольшая заминка Роман Шишкин Что-то командует Своим партнером Дедура Пошел вперед Игнас Дедура Павлюченко Вместо Вместо Баженова Выйдет на поле Велитон Выйдет на поле Велитон Сам бразилец Не очень хотел Покидать Свою семью Именно вот на этот срок Жена должна была Родить Родить И Вельитон Счастливый Отец уже Пока правда Еще младенца Не видел Но очень рассчитывает На то что Скоро семья Присоедниться к нему. Ударно, надо сказать, Велитон простился с бразильским чемпионатом, забив в последнем матче гол в ворота легендарного Сантоса, за который играл сам Великий Пеле. Шова вводит мяч в игру, вот Велитон, мяч сбросил, подождал, подождал Денис Бояринцев, пока мяч поудобнее к нему подкатиться, Эскобар не успел. Вот при счете 0-2 в пользу Спартака, я думаю, что нельзя не сказать о том, что, в общем-то, и Эскобар неплохо смотрелся в этом матче. Ну, а Кентера, я думаю, что вы со мной согласитесь, дорогие друзья, просто порадовал и обводкой, и своим вот таким, знаете, мальчишеским задором. Моцарт. В первом тайме подача с правого фланга прошла у Моцарта очень хорошо. Снова угловой. Ну, значит, Бояринцев сейчас придет на этот фланг. Лобус показывал, что от головы Спартаковца мяч ушел. Ну, это как же надо было выпрыгнуть футболисту Спартака, чтобы прыгнуть выше вытянутой руки Галкипина. На ближнюю штангу. Здесь Радослав Ковач мяч принимал. По катящемуся мячу бил сейчас Эдуардо Лобос. Не заметил сие нарушения правил Александр Гвардис. Моцарт. Шишкин. Шишкин катнул мяч вперед своему капитану. Питов. Тарбинский. Бояринцев. Вцепился просто сейчас в мяч. Денис Бояринцев. Кого-то еще подзывает Станислав Черчесов. Бояринцев. Нет, здесь Ангбан. Ну и Велитон из борьбы не выключился. Выбил мяч из-под ноги Кенуа Ангбу. Тарбинский. Китов. Логиевка. Естественно, легче ему было сейчас потянуться до мяча. Намного выигрывает он просто у Александра Тарбинского. Прошу прощения у Дмитрия, конечно, Кенуа Ангберского. Велитон. Китов. Спартаковцы в штрафной. И не кстати. Хотя когда это кстати футболисты падали. В данном случае Денис Бояринцев поскользнулся. Васильев. Ангбе мяч направлялся. Но пришел к Сантосу Моцарту. Догоняет, догоняет мяч Денис Бояринцев. Логиевка перед ним. Будников. Велитон. Ну а дальше-то дальше. Ай-яй-яй, Роман Павлюченко. Очень похожа ситуация, которая была у Марка Топича в первом тайме. Когда рядом не было никого из соперников. Но обрабатывай мяч как следует. Посмотри, войди, внедрись дальше, глубже в штрафную. Калиниченко готовится появиться на поле. Моцарт. Рашишкина. Велитон. Сместился на правый фланг. Логиевка перед ним. Антон Бобер ошибся в элементарной ситуации. Нет положения вне игры. Да, провал сейчас в обороне. Но судя по всему... Судя по всему, все-таки положение вне игры. Как бы не ликовал Максим Калиниченко. Вот, давайте посмотрим. Передача направо. Нет. Если увидим мы с вами этот момент, чуть попозже. Ангва. Кентеро. Ушава даже и не думал. Вот, давайте посмотрим с вами момент. Вот здесь положения вне игры нет, естественно. Принимает мяч Денис Бояринцев. А вот дальше-то... Неужели Бояринцев не видел, что сразу три его партнера находятся в офсайде? Видел, наверное? Торбинский уступает место Калиниченко. Ну, может быть, сегодня Дмитрий Торбинский на бриллиант не наработал. Но в любом случае в составе команды сделал все возможное для того, чтобы его клуб вел со счетом 2-0 к 82-й минуте. Ну, и сейчас Владимир Быстров появится на поле. Кентеро. Не прочувствовал Антон Бобер, что будет сделана ему передача в эту свободную зону. Хотя, наверное, с его опытом мог бы эту стеночку разгадать. Англа. Медведев. Нет, это Васильев. Питов. Ну, Владимир Быстров сейчас, судя по всему, заменит Дениса Бояринцева. Да, так оно и есть. Выйдет на свой любимый правый фланг. Да, проверка всех игроков. Необходимо Станиславу Черчесову перед матчем с чемпионом Шотландии. С Селтиком из Глазго. Бояринцев сегодня был заметной фигурой на поле. Дома идет столкать замена. Вместо Дениса Бояринцева, Медведева, 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 Медведева. Вот Быстров получает мяч. Нарушал правила Калешин, несомненно. Руками прихватывал Быстрова. Быстров свой любимый финт исполнял. С попыткой качнуть соперника влево, пробросить мяч себе на ход вправо. Да, статистика нарушений по-прежнему в пользу крыльев и не на пользу крыльям. Калиниченко вводит мяч из-за боковой. Быстров. Против него Будников. Будников и Калешин. Угловой я соглашусь с арбитром. Максим Калиниченко вместо одного мастера стандарта, стандартов вышел другой. А вот сейчас в какой-то степени не прочувствовал ситуацию Роман Кавлюченко. Велитон выиграл борьбу за мяч. Нет положения вне игры. Позднее зажигание у арбитра. Видели мы с вами, что в момент паса флажок даже не дернулся, не шелохнулся в правой руке арбитра. Шуава довел мяч до своего капитана. Ход Сантосу Моцарту. Моцарт направо на Быстрова. Быстров набирает ход. Перед ним есть хорошее пространство. Быстров смещается в центр. Калиниченко. Хитрец Максим Калиниченко. Но этой хитрости не хватило технической завершенности, что ли, в исполнении этого удара. Дуга оказалась не столь, не столь загнутой, как хотелось бы. В дальний угол целил Павлюченко. И мальчиков там нет, которые мяч подадут Лобосу. Приходится самому бежать. Лобос очень далеко выбивает мяч. Кентеро. Не точная передача. И Роман Шишкин с мячом. Шишкин на Быстрова. Быстров сейчас был не в своей стихии, не на скорости получал мяч. Калиниченко рукой, но уже за пределами поля. Восемьдесят восьмая минута встречи уже пошла. Эскобар. От ноги спартаковцев мяч покинул пределы поля. Красиво сейчас действовал Игнас Дедура. Главное надежно. Павлюченко. Это у Романа Павлюченко не идут передачи с левого фланга. Вторая или третья к ряду. Ковач. Ковач хорошо мяч отобрал. Моцарт. Да, спартаковцы все чаще и чаще имеют численное преимущество на подступах к чужой штрафной. Велит он. Первый удар в створ ворот. Может быть не самый сильный. Рыгбийную раку сейчас мне напомнила вот эта вот ситуация на поле. Васильев. Но вот и есть поводу степи плетикосы накричать сейчас на своих партнеров по обороне. Сделать им выволочку. После удара Эскобара головой стихи невольно получаются. Удары Эскобара. Вот это первый такой опасный момент. У ворот плетикосы во втором тайме. В первом тайме вспомнить нельзя было. Ничего такого мы не наблюдали. Последняя минута. Последняя минута основного времени. У Крыми вперед идет вот этот вот парень Кентера. Единственный, наверное, ну один из немногих. Один из немногих, кто пытается терзать оборону Спартака. Пойдет, пойдет, пойдет. Велит он. Литов. Направо. Удар. Лобос на месте. А Владимир Быстров невольно разводя руки в стороны спрашивает тем самым Романа Павлюченко. Но ведь можно было сделать и передачу. Две минуты. Две минуты добавил Александр Гвардис. Навешивал Флорин Шуава и угловой. Да, судьба матча была решена уже в первом тайме. Откровенно говоря, не хотелось верить в то, что Крылья столь бездарно сдадут эту встречу, эту игру. Слово сдадут, не вкладывая никакого тайного смысла. Сдадут крепость. К сожалению, кроме слова бездарно, ничего другого на ум не приходит. Но сейчас должны быть благодарны футболисты. Крылья, в его величестве, случаю, что третий мяч не влетел в сетку ворот Эдуарда Лобоса. По большому счету, сегодня на поле была одна команда. Вторая пыталась изображать спарринг-партнера. Знаете, как вот боксеров, именитых боксеров перед какими-то грандиозными матчами готовят. приглашают им для спарринг-партнеров людей, которых называют грушами. Как бы это обидно ни звучало, но вот сегодня в матче против лидера нашего чемпионата крылышки выглядели вот той самой грушей. 2-0. 2-0 Спартак выиграл. Напомню вам на 24-й минуте Никита Баженов на 39-й Роман Павлюченко. То есть еще в первом тайме Спартак без особого труда, без особого напряжения. Ну, это чисто визуально, естественно. Добился столь необходимого результата. Спартак набрал 39 очков и красно-белые ожидают, как же закончатся матчи их основных преследователей с участием их основных преследователей. Пока же Спартак идет очень уверенно и очень такой твердый поступил. Не хочу сейчас уже говорить к очередному чемпионству, но, по крайней мере, вот что есть, то есть. Спартак уверенно лидирует в нашем чемпионате. А для вас сегодня работал Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, дорогие друзья. До свидания.